Добрый вечер! В гостях у меня Хлопнов Александр Иванович, доцент кафедры динамикой управления полетом ракетой и космических аппаратов Университета имени Баумана, коллекционер, владелец того самого легендарного Peugeot BB дореволюционного, который он хранит, ну, не в гараже, в Политехническом музее, в свое время владевший мотоциклом Самбим Первой мировой. А сегодня мы с Александром Ивановичем вспомним тот блистательный эпизод, тогда у него была машина Mercedes-Benz 230-й. Ну, кто ориентируется по внутрезаводской классификации и моделям, это V153. И это одна из самых современных машин, которая у Александра Ивановича, потому что она 1939 года выпуска. Добрый вечер! Здравствуйте! Добрый вечер! Я хочу уточнить в том смысле, что модификация W153. Да. Называйте, как хотите, как назвать, но W153. Значит, если говорить, как началось мое приобщение к такой передовой технике, то вернуться надо к 1975 году. Осенью этого года активисты клуба Самбс, я имею в виду Слава, Мамедов... Самбс это, на всякий случай, расшифрует следопыты автомода старины. Да. Был клуб такой. Ну, он только что организовался, и вот они организовывали и пригласили меня в члены этого клуба в заседание как раз осенью 1975 года. На тот период времени клуб Самбс функционировал при... Ну, я, может быть, ошибусь, при московском клубе туристов. И размещались мы тогда в маленькой беленькой церкви около гостиницы «Россия». Рядом с Кремлем, напротив Магеса... На Барбарке? Тогда не было ничего. Была Россия. Да. Теперь что будет, мы не знаем. Мы знаем, там будет болото. Официально болото. Ну, кто что говорит? Проект уже утвержден. Ну, значит, будем ходить по лужам. Нет, там будет болото с лягушками и камышами, потому что это олицетворение нашей страны. Ну, с точки зрения Собянина. Ну, наверное. Ну, вопрос стоит в том, что, ну, пригласили меня, конечно, как владельца старинной машины. К тому времени уже не было моего папы. Так что я представлял эту машину. И, значит, в 76-м году мы с клубом Самбс участвовали в первом параде, в могучем параде, который прошел на ВДНХ. Ну, отличный парад, отличный проезд. Ну, об этом мы говорили чуть раньше. Но, понимаете, в чем дело? Машина великолепная, отличная. И по тем съемкам, которые были у меня... Александр Иванович, вы уточняйте. Вы сейчас в сознании многих дан. Такое ощущение, что уже поехали на двух машинах. Это та самая маленькая блистательная Peugeot BB. Да. Которая до 13-го года где-то выпущенная, или в 13-го года, с очень хитрым сцеплением, но, тем не менее, с настоящим двигателем внутреннего сгорания. Ну, я хочу сказать, тогда у меня было только Peugeot на тот период времени. И поэтому я только о ней говорю. Значит, на этой машине мы ехали вместе с моими дочерьми. Машина, как бы, условно, получилась долго стояла и не была готовой. Поэтому было немножко много масла. И поэтому она хорошо дымила. Есть снимки в облаках дыма. Мы едем около северных ворот ВДНХ. Но это была машина, на которой можно было ехать только на параде. По Москве лучше было не ездить. И ее возили в кузове грузовика. Это традиционно было у нас. Как бы проездок на парад не было. И хотелось иметь что-то более современное. И вот начались поиски чего-нибудь более интересного. Значит, ну, имеется в виду, что, как всегда, чтобы что-то купить, надо собрать мнение окружающих специалистов, более подготовленных, и посоветоваться с ними. И сдергаться, и сомневаться. Ну, понимаете, в чем дело. Вот это, если ты вот сейчас, как сейчас подбирают машину, человек входит в интернет, все смотрит, все выясняет. Может дергаться ту, другую. Тогда такого излишества, как интернет, не было. Было ограниченное количество литературы, доступной нам, я имею в виду. И очень узкий круг владельцев. Круг владельцев, может быть, даже был побольше. Но они были все как-то изолированы, не были объединены и не стремились как-то везде афишировать это. Почему я говорю? Потому что старинные машины, или то, что мы относили к старинным машинам, это были в основном машины, вывезенные из Германии. Вот это были основные старинные машины, которые ходили, которые покупались, о которых говорили. Их огромное количество было и в государственных организациях, которые потом были просто-напросто уничтожены. Ибо у нас Писание подразумевало, что вещь в указанный момент должна быть уничтожена. Продать ее было нельзя, или что разобрать, поэтому много было уничтожено. Ну, разные цифры. Кто-то пробовал, говорил, считали их там 3-6 тысяч таких машин в стране. Но я не берусь точно сказать. Тем более, что говорить о том, какая машина, ставшая владельцем Мерседеса, в техпаспорте была запись. Год выпуска не установлен. Ну, это традиционно. Ну, в этом случае, как по документам определять, какая машина? У нас ГАИД по сей пору не знает, сколько машин, хотя компьютеры есть и интернет уже изобрели. Ну, это уже вопрос журналистов, а не потребителей. Ну, короче говоря, я хочу сказать, что как бы проблемы покупки машины, большой знаток Шугуров к этому не имел отношения. Были квалифицированные люди, к ним я отношу прежде всего Ярослава Дмитриевича Зузика, тоже кончившего МВТУ, тоже по специальности автомобильный, но работавший начальником отдела в какой-то такой очень серьезной организации. Но у него был собственный 540-й Мерседес. Тот самый блистательный 540-й? Кабриолет С. Фантастический. Великолепную машину он восстановил. Там были другие люди. Ну, прежде всего, члены клуба, организаторы клуба Самс. Ну, были книжки у нас, конечно, которые мы читали, смотрели. К этим книжкам мы относим прежде всего книжку Хальфана. Описание конструкции зарубежных машин. Была замечательная книжка, но позже у меня появился большой толстый такой кирпич энциклопедии Георгана, где можно было просмотреть. Ну, а сведения были очень отрывочные. И, как бы, вот, ну, одна бабка сказала или что-то вот носили, говорили. А к чему такая скрупулезность в сборе информации? Ведь если есть машина, то уже можно изучать интерес предметно. А если машины нет, вы что, по справочнику выбираете себе? Вы же не заказывали? А может быть, вот такой Мерседес? А может быть, вот такой Ван Дорет? Понимаете, там шел разбор о том, какую машину искать. То есть, что брать? Значит, идет разговор, что был тогда Южный порт, в который можно было поехать, купить, и там были иногда. Да, Южный порт, для тех, кто не в курсе и не знает географию Москвы, там был автомагазин, и там была секция комиссионной продажи. И была большая площадь, где стояли машины, и на тот период, это как раз конец 70-х годов, можно было купить машину более-менее свободно. Но в том плане найти хозяина и с хозяином оформить продажу. Другие условия там были совсем разные. Но весь вопрос стоит в том, что какую выбирать машину? Вот, когда стоял, и прежде всего мы беседовали, и большой консультант, это Ярослав Дмитриевич был, который сказал, что лучше брать, конечно, престижную машину и более-менее солидную. Значит, была возможность как бы... Критерии не изменились, сто лет прошло. Ну, по-всякому бывает. Идет разговор о том, что очень приятно и красиво машина-кабриолет, но ее очень сложно хранить и очень опасно оставлять на улице. Да, и, кстати, в этом отношении тоже ничего не изменилось. Ну, это там позже, скажем, про это. То есть, имеется в виду, вот, предположим, где-то в 91-м году были у нас европейцы, и то они с опаской оставили свою машину на улице Москвы с условием, что я осторожил ее. Спали в багажнике? Нет, я имею в виду, они отходили на час посмотреть. Понятно. Так, но, тем не менее, у нас на дворе с вами 76-й год, и вы пытаетесь определить, какую машину брать, понимая, что она должна быть престижная и дорогая. Но об этом после новостей. Александр Иванович Хлопнов, коллекционер. И мы остановились на периоде 75-го года, когда, владея автомобилем дореволюционным Peugeot BB, Александр Иванович озаботился машиной для более повседневного парадного выезда и как раз остановились на стадии определения модели. Ну, здесь мы можем говорить разные. Все-таки, покупка старинной машины – это дело случая. Потому что такой большой информации не было. То есть, не было того, что, вот, называем сайт Авито, я назову, или другой, как сейчас. В Москве не было той замечательной системы помощи покупки автомобилей, которая существовала в Рижском клубе Уник. Нет, это эстонский клубок, а это ААК. Да. Правда, потом я говорил, что вот антик автомобиль Клаб не имеет ни одного античного автомобиля. Но это неважно. Там у них было, как мне говорили, я могу и ошибиться, что если человек платил 500 рублей, то ему подбирали машину старинную для него. 500 рублей – это колоссальные деньги. Ну, достаточные. Если нормальный оклад инженера был 100 рублей тогда. Это неплохой инженер. Нет, нормальный инженер, оканчивший МВТУ, имел 100 рублей, как бы, в основном. Ну, вернемся к тому, что… Ну, это мы перечислили. Начал я, как бы, поиск где-то там после 75-го, год 76-й. И вот где-то к 78-му году как раз получилось. Видел я один 170-й Мерседес. То есть, ну, хорошая, аккуратная машина. Но двигатель у него стоял, как бы, модернизированный Победовский двигатель, который был слегка расточенный. Ну, уже что-то было не совсем. И плюс мне сказали, что все-таки это не совсем та машина, которая заслуживает внимания в силу того, что это самая дешевая и самая простая машина среди Мерседесов. Их было выпущено порядка 90 тысяч таких машин. Ну, дальше был какой-то вариант 230-й Мерседес. У нас, как бы, их делят на Шчирлисовский вариант и другой. Вот был Шчирлисовский вариант Мерседеса. У человека где-то, ну, ближе там, или Пушкин, или еще где-то. Вы видите, и ввиду возраста этого человека? Нет, я имею в виду географию Пушкина есть под Москвой. Да, ну, мало ли, может быть, это был ровесник. Нет, у Пушкина у меня было еще машин, там было и другое. Значит, он, собственно, шел с ним разговор. Он сказал, что вот у меня гараж завален снегом, а не раньше, с середины апреля я вообще до него доберусь. И как-то так пошло. А в это время у нас в клубе был очень активный человечек, которого мы все звали почему-то Зубастиком. Его до сих пор так зовут? Ну, некоторые говорят, его еще и Крысенком можно звать. Я слышал его под первым псевдонимом. Ну, я просто имею в виду. И вот он сообщил, что продается 230-й Мерседес, сумма называлась 3000, вот надо ехать. Причем срочно взяли такси из политехнического музея, поехали в район под Балашиху. И там вот я сел в машину, и человек, который продавал, ну, мы с ним договорились, звали его Виктором. Машина, ну, понимаете, в чем дело, выбора не было. Это был Мерседес, красивый, хороший Мерседес. Ну, в гараже мы сели на заднее сидение, великолепное, мягкое, хорошее, мягкое сидение, поговорили и договорились. Ну, процесс там оформления шел чуть-чуть долго, но неважно, где-то в начале лета. А машина была на ходу? Машина была на ходу. То есть вы ее в момент, когда знакомились и сватались, заводили, смотрели, или по зиме это было не актуально? Это было не главное. В этой машине были некоторые добавки следующие. Культурный слой? Ну, результат работы реставратора. Человек, прежний владелец, начальник какого-то гаража в районе Ступина, считал, что лучший двигатель, это двигатель ГАЗ-51. Поэтому в этот Мерседес был поставлен двигатель ГАЗ-51. Соответственно, он был... Добавлены несколько разных деталей от других Мерседесов. Ну, неважно. Короче говоря, выбор-то не очень большой. Тем более, что все-таки 230-й Мерседес очень хороший. Плюс, ко всему прочему, это первый Мерседес, который был выпущен без деревянного каркаса. Как мне объяснили, что отсутствие деревянного каркаса, это как минимум лишний год экономии при реставрации машины. Да, это правильно. Мерседеска сократилась. И общий объем этой выпуска, этой машины составил всего 4000 экземпляров. Одна досталась вам, вторая Штирлиц, а остальные в Вермахте. Нет, у Штирлица не было такой. Штирлиц ездил на другой. У него были колеса в крыльях, а у меня не было. У него была более древняя машина, которых было сделано порядка 20 тысяч штук. Есть такая книжка Ланге, история немецких автомобилей. Их было несколько экземпляров в нашей стране. И один экземпляр был в библиотеке, не автопрома. И вот удалось его достать и снять копию. Потом такой аналогичный экземпляр был у Луи. Луи это фамилия, не подумайте, что это кто-нибудь из потомков. Это известный журналист, международник, о котором очень много писали. Он был и коллекционером машин. Ну, были мы с ним знакомы. И вот, как таковое, решил взять некоторые трудности. Ну, неважно. Машину, короче говоря, перегнали. Она своим ходом дошла. Договорился я тогда с Ломаковым, что на территории перед его гаражами поставить машину, чтобы начать ремонт. И вот туда машину перегнали. Первое, что я сделал с этой машины, я снял деревянные подножки, которые были присоединены. Вот перегнали машину первую. И снял щиток приборов от москвича, который стоял вместо родного. Это вам зачет перед истории. А, кстати, что у него было с цветом и с краской? Он был покрашен в черный цвет. Причем для того, чтобы там лучше было, была облита еще этим самым... Как это? Кузбор с лаком. А солярочкой не было? Солярочкой. Чтобы блестело. Нет, чтобы лучше сходила краска. При дальнейшем разборе так... В крыльях были дырки приблизительно диаметром сантиметра в двадцать с чем-то. Не от снарядов? Нет, нет. Коррозия. Коррозия. Дальше. Для того, чтобы как бы крылья держали форму, известно, что полагается проволоку закатывать в край. Ну, товарищ не закатывал проволоку, он взял 10-миллиметровую проволоку и приварил к краю. Ну, на автобазе так принято. Ну, короче говоря, вот там потом, ну, поставили машину... Слово вандализм вы не произносите. Это творческая реставрация. Да, это... Вы просто констатируете диагноз. Да. Дальше там, конечно, все это, дальше там низ. Короче, и вот у Ломакова стоял сварщик. Рядом был гараж, человек стоял с машиной, с ним мы договорились. И, по-моему, за 10 дней, за 10 вечеров мы провели сварку машины. То есть, это было летом, я был в отпуске. Я днем готовил к сварке, он вечером приходил, и мы варили. И вот за 10 дней мы как бы основную сварку машины сделали. А под ней еще тоже были дырки? Там, понимаете, с чем дело? Машина-то рамная была? Она рамная, так что это не главное. Дырки были, но это не самое главное. Там было много ржавчины. Короче говоря, ну, по счастью, двери не были ржавые. Значит, по совету Ломакова, мы просто взяли ржавчину, отрезали и привалили железку. Поэтому там чуть-чуть ниже стало. Багажничек, крылья пришлось там просто отрезать полоску порядка 5-6 сантиметров и приваривать новую. А железку-то от кого брали, донорскую? Просто какая железка? Просто железо. Просто некое железо? Простое железо. То есть, вот сварщик находил железо, и вот в течение 10 вечеров мы машину сварили. И это как бы было первое начало нашей деятельности по подготовке машины к дальнейшему. Дальнейшее, чтобы машина была, ее надо было покрасить. Значит, ну, ничего, кроме как ножа, которым можно было ободрать краску, у меня не было. Значит, с помощью ножа я ободрал краску. До металла? До металла, разумеется, красил потом быстро грунтовкой, там ПФ-081, вот эта вот грунтовка. Некоторые места, где товарищи очень хорошо боролись с шпаклевкой, ее пришлось выжигать. Потому что отодрать шпаклевку толщиной порядка сантиметра было просто невозможно. А родной цвет машины установить удалось? Это не безнадежно было. То есть, что там под капотом было тоже непонятно, неустановимо. Перерыв на новости. Александр Иванович Хлупнов. История 1978 года о том, как уже был куплен Мерседес модель WB-153, уже 230-й, за несусветные 3000 рублей. И началась его реставрация. Что я могу сказать про машину? Вот стоит машина, короче говоря, двигатель вынут, нового еще нету, потому что ГАЗ-51 имеет бесцельный. Причем особенность состоит в том, что если взять двигатель Мерседеса, то у него относительно небольшой диаметр маховика. Рама у него была х-образной, так что как раз вот сужающийся час, где помещается маховик, родного двигателя помещалось. У ГАЗ-51 маховик намного больше, поэтому двигатель был поставлен с противоположным наклоном не перед выше, а зад выше. Так что... А коробка как? А коробка была задрана, и коленвал терся, а пол машины, который разогревался аж до красноты. Вот так она ехала. Это далеко и ненадолго. Ну, ездила, по крайней мере. Ну, ползла, да. По крайней мере, из Балашихи в Москву она приехала. Ну, неважно. Дальше, что было... Еще я хочу сказать. Вот было отодрано, было сделано крылья, заменено, что можно. Но очень сильно пострадала там передняя часть крыльев, там, ближе к капоту. И не к капоту, а к радиатору. Там, по существу, были наложены слои сварок, 4 или 5 слоев друг на друга. Так что это более чем безнадежно чинить. Чинить эти дырки заделывались, вваривался кусок железа, а потом он вручную выбивался на песке, чтобы сделать круглую часть. Дальше, в чем особенность этой машины была по сравнению со всеми остальными, я такого не встречал. Просто обычный Мерседес. У всех радостно аккумулятор стоял под сидением. У этой машины вы поднимаете капот, и было два ящика в капотном пространстве. Один для аккумулятора, второй ящик для инструмента. Так что вы могли ремонтировать машину, рядышком взяв ключ, и не надо бегать куда-то еще. То есть, если по географии сориентироваться, это над коленками водителя и пассажира? Впереди. Да, над коленками, но впереди. Потому что там посадка намного дальше. Не коленки, а скорее над ступнями. Значит, ну, в отличие от других Мерседесов, у него уже не было колес в крыльях, и не поднимался капот, как бы половинка из двух частей. А он был разделен. Верхняя часть поднималась, а боковинка с щелями была закреплена постоянно. То есть, аллигаторного типа? Ну, называйте аллигатором, но из двух частей. Аллигатор обычно все поднимается. То есть, это было все-таки две половинки? Две половинки. Просто они без боковин поднимались? Да. И причем, ко всему прочему, запирались они, изнутри была ручка. Значит, ну, машина была, собственно, ободрана, покрашена. И большую часть... Из краскопульта? Нет, кисточкой. Вот так вот реставрируются Мерседесы под открытым небом в 1978 году в городе Москве. Да. Значит, и вот то, что я покрасил ее, имеется в виду, грунтовкой, потом краской. Это, честно говоря, вот когда я расставался с ней уже там 97-98 год, краска спокойно сохранилась, нигде не полезно, не порыпалось. Все стояло, все нормально. Значит, что получилось? Там не хватало что-то. Я, когда поставил крылья, то низ под крыльями покрасил только грунтовкой. По весне там оказалась ржавчина, и грунтовку не может сохранить. От воды влаги защитить. Она обеспечивает связь со следующей краской. А вот следующая краска дает защиту от этого. Ну, это просто. Значит, машина была как бы сделана в каком плане? Значит, мы говорим, получили, сварили. Значит, после этого, конечно, там у Ломакова она не могла стоять. А с мотором-то что? Мотор был вынут. И? Дальше мне были даны кучкой два или три двигателя. Мерседесовских? Да. 230-х. И с ними надо было что-то делать. Собрать один? Да. Нормальная ремонтная автобатовская работа. Да. Если учесть, там потом поговорим чуть-чуть о том, как собрать. Короче говоря, потом было решено, что, чтобы его ремонтировать, надо перевозить домой. Значит, ну, договорились, прицепили к грузовику, довезли, поставили напротив дома. Жил я на улице Молодогуловой. Вот напротив меня был поставлен вот эта машина. Значит, она как бы была закрытая. Все закрыто. И сверху был еще брезент. И ремонт проводился как? Ты выходишь из дома, открываешь брезент, открываешь машину, что нужно делаешь, потом все закрываешь снова. Потому что иначе нельзя. Нормальная жизнь советского автомобилиста. И тем более был еще брезент. Это же роскошь. Ну, вот я могу сказать только одно, что мне дал брезент приятель. Я им пользовался, по-моему, два года. Потом, когда я ему отдал этот брезент, вернул обратно, у него на следующую ночь его украли. Так тоже бывает. Ну, вот такие вещи. Но, неважно. Дальше вопрос стоял о том, что была энная кучка двигателей. Но они гуляли там. Был гараж у меня на Каховке. Там они стояли. Но вот двигатели Мерседеса практически были одного габарита. Это Мерседес 200-й и два варианта 230-х. Но все и имеется в виду Штирлисовский вариант и мой. Но все они отличались между собой, хотя основные посадочные места были одинаковые. Дальше. Крепление у них было разное. Причем, вот, у предыдущей модификации 230-го, у них рама такая пространственная, расширяется к середине и дальше. У меня, наоборот, сужается их сообразная. Ну, я говорю, такое эллипсообразное сечение. Ну, миллиметров 150 наибольшие, ширина 100, и толщина стенки миллиметра 3. Так что, строго говоря, на эту раму можно было поставить танковый двигатель. Ну, от ГАЗ-51 вы отказались? Ну, отказался, что сделаешь? Ну, душа не приняла его. Это логично. Душа реставратора такое не может принять. Ну, начался ремонт двигателя. Значит, здесь я хочу сказать следующее. Что у меня на тот период времени даже не было никакой инструкции к машине. Значит, вот бегай. Ну, читал книжку Хальфана, но она все-таки малая, это не то. И, значит, были большие трудности, что как делать. Что делать, ну, как мой один приятель, это, говорит, ничто иное, как проводить неокр. Ну, еще бы. Александр Иванович, а вот эти три груды железа, которые, в принципе, представляли из себя двигатели, они имели какие-то дефекты? Они все были изношены. Они были просто изношены? Они не были там пробиты, без руки дружбы? Нет. Они имели износ по шейкам цилиндров поршневой группы, то есть коленвалы? Огромный износ. Огромный износ. Уровень износа, я могу сказать следующее, что потом я выяснил, что нормальный диаметр шеек двигателя Мерседеса 46 миллиметров. У меня они были диаметром 45. Но это большой износ. Это огромный износ. Это на грани прочности. То есть, имеется в виду, закалка имеет ограниченную. Толщину. То есть, это вкладыши где-то, наверное, третьего ремонта? Где-нибудь подальше. Но об этом, я думаю, мы... Нет. Следующий. Вот начался ремонт. Значит, надо было что-то делать. Значит, что делать? Родная система Мерседеса подразумевала заливные вкладыши. Бобитовые. Бобитовые заливные. Из моего окружения только один человек умел это делать. Это Ростислав Нестеров. Ну, человек, который кончил МВТУ. У него была машина ГАЗ-М1. Вот для нее это было. И он дома освоил там, несмотря на протесты жены. Но он все-таки это делал. Я это... Моей квалификации не хватало. Поэтому я пошел по пути приспособить вкладыши. Значит, вот особенность состоит в том, что просто так взять нельзя. Потому что, во-первых, для Мерседеса нет вкладышей. Значит, надо было что-то брать. Ко всему прочему, там нюанс состоял в том, что если взять и удалить заливку... Бобит нужно удалить, прежде чем стоять вкладыш. Выясняется, что заливка рассчитана на больший диаметр. И, значит, если ты берешь тонкостенный вкладыш, то он болтается. Надо ставить прокладки. Значит, какие брать? Это, значит, надо было влезть в полный каталог машин, по ремонту машин. И посмотреть все размеры всех деталей. Чтобы смотреть, что взять. Советского Союза каталог деталей. Разумеется, иностранных не было. Да, нужно было найти вкладыш под вкладыш. Да, вот эту систему. И в итоге выяснилось, что, как ни странно, вот, что угодно пусть говорят мне, но я могу сказать только одно, что на определенный период выпуска машин, машины имеют приблизительно одинаковый подход к конструированию. По эпохам и по странам. Да. Вернее, независимо от стран, по эпохам. Значит, и чтобы что-то делать, мне пришлось искать книжки по ремонту машин как раз периода 40-х-50-х годов. Я узнал, как, что для того, чтобы сделать один вкладыш у грузовика АМФ-15, требовалось 14 часов. Шабрить вкладыш давалось на это 14 часов. Причем еще не сделать из него эллипс. Ну, вопрос, как подгонять, это тоже имеется в виду. Не эллипс, это имеется в виду, вот, у вас есть обработанный вкладыш, и вы его дальше шабрите, чтобы он крутился. Стал по месту. Да, причем в одной из книжек я прочитал, какой уровень обработки, какой зазор должен быть, потому что ясно, что там нет у тебя ни тех измерительных приборов и прочее. Вот могу сказать следующее, что нужно, вот, затянуть шатун на коленвалу, установить его горизонтально и отпустить. Он должен под действием собственного веса опуститься ниже, чуть-чуть пройти, но не начать болтаться. Ну, это очень хороший припуск. Это... Это совсем хорошо. Ну, вот, имейте в виду, это требование шабрить, именно так нужно будет. Ювелирная работа. Дальше, что касается коленвала, там тоже стояли толстостенные вкладыши, то есть вкладыши были выполнены из бронзы или там латуни, не знаю из чего. Ну, толщиной миллиметров 7 и была заливка бобитовая. Это толстостенные вкладыши, но тут было проще. Потом уже оказалось, там была кучка у меня всяких. Короче говоря, прибежал я к мастерске в МВТУ, мне растащили эти вкладыши под диаметр тонкостенных вкладышей. Так что я вставлял как бы с проставкой. Так а что от чего подошло-то в итоге по каталогу деталей? От москвича удалось подойти, потому что у него диаметры цилиндра приблизительно совпадающие с диаметром Мерседеса. Это который 400 какой? Второй, 8, 7. То есть там по размерам идет разговор так, что принципиально, если не растачивать, то можно было от 402 брать ремонтные. А если расточить, то чуть-чуть уменьшить от 407. Ну, зато поплотнее получится. Ну, больший объем, побольше мощность. Замечательно. Но бич был этой машины в том, что она была шестицилиндровая. Если вы подходите, берете москвичевский комплект, он 4. Значит, бега и скили. Два комплекта или где-то еще. Перерыв на новости. Александр Иванович Хлопнов и его Мерседес 230-й. Код кузова и модели WS-153. 1939 года выпуска. Мы подошли к тому моменту, когда 6 цилиндров. Всем нужны вкладыши. А те, которые подходили от москвича. У москвича всего 4 цилиндра. Ну, значит, надо было покупать или два комплекта. Или же, вот мне повезло как-то, когда я ставил от москвича поршни в один из блоков. А продавались отдельные поршни, где-то в районе Болшева. И приятель купил для меня два недостающих поршня. То есть, не надо было второй комплект. А достать любой комплект запасной тогда было очень и очень трудно. Причем, имеется в виду, что если вы берете изношенный двигатель, то цилиндр надо приводить в порядок. Значит, единственный метод. Или растачивать, или хонинговать. А блок из чего был? Чугунина? Чугунный блок. Ну, были варианты и когда гильзованный, но в основном чугунный. Значит, или идти отдавать куда-то, растачить, или, если немного, хонинговать. Ну, мне пришлось дома хонинговать. То есть, я дома это делал сам. Чем? Ну, очень просто. Есть хон, есть дрель. Значит, ставился хон на дрель, вставал на стул над двигателем и поднимал, опускал. Изображал из себя станок. Да. Трудность была в том, что ты не мог много налить керосина для работы. Потому что, если чуть-чуть много, то вся комната будет испорчена. А на сухую такие вещи не делаются? Нельзя делать на сухую. Обязательно смазка должна быть. Ну, это некоторые трудности, которые удалось как бы сделать. Значит, я могу сказать следующее. Ну, делал я, короче говоря, зиму или еще что-то двигатель. Потом с некоторыми трудами была сделана тележка, чтобы катать там маленькие колесики от каких-то там мебели. Доски, колесики прокатывалось по комнате. Значит, выкатилось. В доме есть лифт. Ну, как-то спустить вниз все хорошо. Значит, подкатили к машине. Там она была почищена, покрашена. Все. Двигатель надо поставить. А он весит килограмм 200 с чем-нибудь. Ну, трудно. Значит, система была какая. Утром выбегалась на дорогу и останавливался автокран. И с помощью автокрана подцеплялся и ставился двигатель на место в машину. То есть, вот так несколько раз. При неполной разборке подкапотного пространства. Потому что просто так его не поставишь. То нужно было разметать, на самом деле, всю машину. Все. Убиралось все, имеется в виду. А с коробкой что было? А коробку потом присоединить. Можно было к двигателю или потом присоединить. Ведь коробка же была тоже в паре от 51-го газона. Или она была родная все эти годы? Родная коробка. Нет, была в начале 51-й, потом родная коробка ставилась. Конечно, Коля родная. Поменять коробку нельзя. Просто так переставить с одного двигателя на другой. У них у всех есть свои посадочные места. И кроме этих посадочных мест, есть излишества, куда входит первичный вал коробки в отверстие маховика. Вот это вот невозможно переставить. У меня интеллекта на это не хватает. Поэтому вы, соответственно, пока делали двигатель, вы подразумевали еще и конкретную коробку. Ну и дело... Была и коробка родная делалась. Потом они переделали маховик. Пришлось там крепеж все переделывать. Было очень много переделано крепежа и привода. Все. Единственное, могу сказать, ну, не то, что я что-либо хочу хайить, что-то. Вот все время, пока я ездил, у меня на моем Мерседесе ручного тормоза не было из-за рода. О, по конструкции не полагалось? Полагался, но восстановить его у меня не хватило сил. Сколько передач было в коробке? Четыре. То есть все четыре вперед и задний ход? Да, ну, это нормально. Прогрессивная конструкция? Нет, ну, нормальная. То есть, ну, здесь я могу сказать историю. Там был такой очень хорошо объяснявший всю систему. Это такой Валерий Николаевич Беляев в клубе, который просто объяснял это тем, что чем более высокооборотистый двигатель, тем большее количество скоростей, степени у коробки скоростей должно быть. Нискооборотистые могли иметь... Вот американцы имели большие двигатели, низкооборотистые, у них было мало скоростей. Европейцы имели двигатели меньшего объема, значит, более высокооборотистые должны были иметь большее количество скоростей. А применить накопожение 1939 года высокооборотистый двигатель это сколько? Вот 4 тысячи она крутила. То есть, как то, что сейчас уже высокооборотистым мотором, не называется? Ну, времена меняются. Но, извините меня, и сейчас не 4 ступени, а норовят иметь 5-6 и больше. Ну, там уже 8-9 есть. Да, так что всё это объясняется. Там, ну, можно говорить, что есть так называемая характеристика двигателя более или менее широкая, и условия, где достаточный крутящий момент, вот диапазон. Почему на дизельных двигателях нужно иметь большее количество скорость передач? Ну, это лучше о теории поговорить особо. Доцент кафедры только что руками изобразил полку крутящего момента. Это так, для тех, кто не видит нас. Ну, дальше идёт разговор, что пришлось заниматься и полностью приборами. Именно родная система подразумевает 6-ти вольтовые приборы. Так что, чтобы что-то сделать, пришлось где-то добавлять какие-нибудь внутренности от 12-ти вольтовых приборов наших, чтобы выглядело внешне всё хорошо, а прибор мог работать. Но у вас вся система была переведена на 12 вольт? На 12 вольт. То есть на наши аккумуляторы, на современные уже. Да, потому что 6-ти вольтовые, ну, можно достать, но ничего хорошего нету. Тяжело. Но и потом, ко всему прочему, вот система состоит в том, что мощность аккумулятора является основой необходимой для, вернее, ёмкости, для того, чтобы работал стартёр. А чем выше напряжение, тем можно большую мощность привести к стартёру. И поэтому, когда мы взяли обычный 6-ти вольтовый стартёр, но отпитали от 12 вольт, проблем запуска вообще у нас не было. Он крутил что угодно. Машина была, в принципе, немножко электромобилем. Да, то есть я имею в виду, в основе своей вот эти самые 6-ти вольтовые стартёры, бошевские работали великолепно. Но надо было, конечно, менять генератор, это нельзя было. Но, правда, я знаю людей, которые ездили на 6 вольтах, но чтобы ездить, лучше иметь и генераторы, лучше иметь не постоянного тока, а переменного тока. Они более мощные и более мобильные. А что у вас было с оптикой, с фарами? А с фарами очень просто. Родные были у меня элементы, но их было жалко мне хранить. Вдруг разобьются. Поэтому я сделал переходники и поставил наши элементы. От кого? Ну, безразлично, от жигулей, от чего угодно. Отечественные имеют диаметр 175 мм, а родные имели диаметр 200 мм. Ну, как бы так постепенно собрали. Дальше ГАИ пошло, как бы нам навстречу и разрешило мне ездить. Поплакался я. Техосмотр пройден? Да, техосмотр пройден. И где-то в конце 80-го года уже с семьей мы начали ездить. Посмотреть Москву, посмотреть, предположим, район Поклонной горы и прочее. Плюс возили детей заниматься музыкой в консерваторию. Это были большие выезды на машине. То есть мы садились в машину и вот с улицы Молдогуловой ехали к консерватории. Там стояли. Пока дети занимались, мы успешно могли бегать в магазин и покупать продукты. То есть была и польза такая. Толбаса за до 20. Да. Или еще овощи и прочее. Значит, первая большая такая поездка, которую мне удалось сделать на моей машине, это в 81-м году мы поехали в Прибалтику. Александр Иванович, самый главный вопрос советского человека. Печка в машине была? Не была. Так, поехали в Прибалтику. Поехали в Прибалтику. Но ездили мы летом, так что это все можно было перенести, все нормально. И значит, я считаю, что великолепная посадка машины, все, если мне, не имея там нормального опыта вождения машины, за день удалось доехать до Минска. Красота-то какая. Длиннобазная машина с плавным ходом. Да, мы переночевали. И, соответственно говоря, уже в середине дня были там под Палангой. Маш бросок будет здоров. Вермахт мечтал об этом. И вот это наша была поездка, где мы участвовали, видели, приняли участие. Вот как бы условно это моя была первая поездка такая. То есть это та самая цель, которой вышли несколько лет? Ну, если учесть, что я в 78-м году купил машину, вот к 81-м году я смог ехать, и коллеги говорят, что я очень быстро ее сделал. Машина была бодрая, и хозяин был бодрый? Ну, тот период. Значит, дальше уже были поездки в 82-м году, в 83-м, в 84-м. Уже там были по 2-3 поездки. Реально мне удавалось за день мне проезжать около 700 километров. Больше я не мог, как-то не удавалось. Бензин какой? Ну, бензин можно было 72-й, 66-й. Это было не столь важно, какой удастся. Но не современный бензин. И вот мы так и ездили. Ну, известна была машина, и ее называли голубенького цвета с синими крыльями. Ее знали во всей стране. Александр Иванович Хлупнов, спасибо. Спасибо.